В семинарии приняли участие представители городских предприятий. Собравшимся, рассказали об основных изменениях пенсионного и трудового законодательства в 2015 году. Также поговорили о выделении квот для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. На совещании отметили уровень безработицы в Сочи по сравнению с прошлым годом, вырос в два раза. По состоянию на 1 февраля работу потеряли тысячу человек. Также на семинарии рассказали о краевой программе содействия занятости населения, согласно которой работодателям из госказны будут возмещать затраты на оснащение новых рабочих мест для инвалидов. Сумма субсидий до 72 тысяч рублей. Говорили и о новом порядке привлечения на работу иностранцев. Так, для рабочих из стран с безвизовым въездом с 1 января вводится патент. Будет также озвучена информация по иностранным гражданам, введение патентов на работу на территории Российской Федерации, порядок трудоустройства визовых и безвизового порядка въезда иностранных граждан. Безвизового порядка – это бывшие страны СНГ. А визовый порядок въезда – это в основном иностранные, ну, дальние зарубежья – Польша, Венгрия. Также теперь иностранцы, граждане Белоруссии, Казахстана и Армении имеют право на получение всех страховых выплат. Это связано со вступлением в силу договора о Евразийском экономическом союзе.